Всем при доброй! Решила снять видео. Просто так. Настроение у меня есть. Планы у меня сегодня, честно говоря, больше домашние. Хотелось бы сделать и одно, и второе, и третье, но, к сожалению, времени катастрофически не хватает. Не знаю, куда оно улетучивается. Мне надо домонтировать видео с йога. У меня до сих пор не разобрана сумка большая с вещами. Если вещи мальчишек я уже раскидала по их шифонерам, то наши сромкие вещи, знаете как, у меня сумка стоит посередине комнаты, я, если вдруг что-то мне надо, достаю это из этой сумки какую-то вещь, допустим, теплую кофту, и обратно все вещи, обратно все складываю. То есть она у меня уже 10 раз туда-сюда перекладывалась, но я чисто психологически видно, не готова не готова распрощаться с летом, с отдыхом, и поэтому вещи у меня так и стоят посередине. Не в плане того, что мне лень это убрать, или что-то такое, вот лень там, некуда убрать, а в плане того, что я не готова это убрать. У меня есть кустрюлки, гремят. Мне сегодня по плану еще надо сделать яблочное повидло, я уже вчера начала его делать. Яблоки ждать не будут, но изготовление повидло занимает весь день. Пока я почищу, пока я порежу, пока оно все сварится, пока я все это по баночкам разложу. И погода у нас отличная, у нас за окном лето, продолжается лето. Сегодня, по-моему, 8 или 9 сентября, а у нас за 30, за 30. Ну, по вечерам, конечно, прохладно, все как положено, осень. Но днем жара, жара шпарит. Поэтому хочется еще как-то продлить этот отдых, помотаться по улице, куда-нибудь съездить. Но, но, домашние дела никто не отменял. Так, еще мне пришло повещение, что на Вайлдберрис приехала моя мечта. Я очень давненько мечтала о... Точнее, у меня был горнолыжный костюм. Костюм. Не комбинезон, а именно костюм. Я его покупала, когда Саше было годик или два. Как раз я его покупала для прогулок с ним зимой, так как он у меня рожденный в октябре. И вы представляете, Саше вот в октябре будет 13 лет, и я до сих пор, до сих пор носила тот самый горнолыжный костюм. Конечно, уже, скажем так, синтеплировал. Саша, ну, все ясно. Конечно, функции он свои уже как бы не на 100% выполнял, так как после многих стирок мембрана, конечно, уже начала частично пропускать воду. Но все равно он у меня отлично выручал. Спина всегда закрыта, брюки из мембраны, то есть можно под низ колготки одеть. Сверху у мембраны костюм вот этот. Вот на работу пришла. Платьица, колготочки, капроны, все как девочка, красота. Но на улице не мерзнешь. Вот. И, ну, конечно, он уже за эти годы у меня произносился, уже попротерся. И я хотела себе уже не костюм горнолыжный, а именно комбинезон. Но стоил он, конечно, стоит он бешеные деньги. И я не готова их потратить на какую-то такую вот хотелку. Даже на нужную хотелку. А тут совершенно недавно чудо свершилось. Вообще, мне кажется, такое впервые в жизни моей. Губернатор нашей области выделил деньги на премии трём организациям в нашем городе. И наша организация туда попала. А премия в размере даже чуть больше зарплаты. Честно говоря, честно говоря, это уже немножечко такое ответвление, я бы предпочла иметь премиальные в каждой зарплате. Хотя бы чуть-чуть. Вот. Ну, в общем, решили вот так вот кучкой один раз в жизни дать. Я как бы не против деньги. Никогда не бывает лишними. Ну, в общем, решила на эти случайно свалившиеся на меня деньги купить свою давнюю хотелку. Вот. Как бы откуда пришли деньги, туда и ушли. То есть, как бы... Я знаю, если я сейчас не куплю что-то вот реально такое, что мне надо, я эти деньги просто растрынкаю там, не знаю, на пиццу для мальчишек, на ещё какие-нибудь глупости. В общем, поэтому... Поэтому я заказала себе горнолыжку. В двух цветах. 46-го размера. Она уже пришла. И мне надо ехать в город и её примерять. Сегодня, конечно же, нет. Сегодня я занимаюсь яблочками и повидлом. А завтра может быть. Ещё на Валдберрис пришёл... Как его называют? Бабл-ти. То есть, кто в курсе, это такая вот жидкость, в которой плавают не крамельные, а крахмальные шарики. Это всё пришло с востока к нам. Тапиока. Тапиока заказала. Потом... Почему-то меньше, чем килограмм? Нет. В общем, я заказала килограмм тапиоки. Она уже на пункте выдачи. Потом чай заказала. Как же он называется? Она такой зелёный. Зелёный-зелёный. Матчи-матчи. Чай-матчи заказала. И заказала карамельный сироп. Всё, конечно, в маленьких размерах, кроме тапиоки. Тапиока причём в маленькой развесовке я почему-то не нашла. В общем, будем пробовать, будем смотреть, но это не сегодня. А сегодня у нас вот эта вот красота. Вчера собирали яблоки. Такие красавчики. Именно этот сорт я не люблю. Именно эта яблокина растёт у нас в плясаднике. То красивые, большие, ничего не могу сказать. Но на мой вкус они какие-то суховатые яблоки. Но они идеально подходят для пюре. Не пюре, а повидло. Они отлично развариваются. В них мало жидкости. То есть не надо много выпаривать. Но из минусов они очень быстро портятся. Вот видите, вчера собрали. А сегодня уже вот всё. То есть надо, надо, надо. В общем, буду делать. Буду, если вдруг что показывать. Как я уже говорила, вчера я делала первую партию. Вот такая вот красота у меня получается. Володька уже сегодня позавтракал. Это мне не хватило на полную баночку. Я решила оставить и дома. Так вот на завтрак съедим. Очень вкусно. Очень. Я убираю из яблок и сердцевинки, и кожуру убираю. Потому что, ну, как бы готовлю для себя. Я знаю, что мальчишки мои будут плеваться. Если будет какое-то инородное тело, назовём так. Какая-то другая текстура в павидле. Поэтому вот такая красота получается. Конечно же, я добавляю сахар. В общем, вот так вот. Честно говоря, я слышала такое, почему-то слово подворачивается не павидло, а конфитюр. Больше, наверное, на конфитюр похоже, что такое конфитюр. Оно выглядит как-то настолько красиво, что я не просто павидло. Хочется назвать каким-то красивым словом. Ну, в общем, вот такая красота у меня вчера получилась. Оставшиеся баночки стоят в утеплении, под одеялом. А я сейчас приступлю. Буду готовить всё это дело вот в таком казане. Настоящем, чугунном. Он мне достался от бывших хозяев этого дома. Очень много они всего такого оставили, так как переехали в квартиру. И в городе им это уже не надо было. По крайней мере, они этим уже не хотели заниматься. Так, ладненько, приступим с персик. Будем делами заниматься, да? Делами будем заниматься? Володя, кстати, вчера помогал. Яблоки собирал, да? Папа его сажал на шею к себе. И Вова с самого высока доставал яблочки, да? Да. Да, чуть-чуть. Ещё они, ещё они умеют. Да, вон как много яблок Вова собрал. Ещё они и хотят умеют. Что хочешь? Ещё они и умеют. Ну, оно, конечно, испортится. Если бы мы не собрали эти яблоки, они, конечно, бы испортились бы. Так, персик планировала его отправить в садик. Да. В начале сентября, как только приехали, вот с поездки, думала, немножко отдохнём, да в садик пойдёт. Володя, чь. Но у нас не получилось. Мы как только приехали, мы обратили внимание, что у нас везде цветёт лебеда, везде цветёт амброзия. На юге этого нет. Ромка у меня аллергик. Я так понимаю, что у Володьки это всё. Передалась эта вот аллергическая реакция на сорную траву. И как только мы приехали домой, и ребёнок полноценно начал бегать на улице, я заметила, что у него заложило нос. Он начал храпеть по ночам. Вот как помните, в марте, по-моему, у нас было. Я всё не знала, то ли это наскоклюш, то ли это у нас аллергическая реакция, потому что у меня лилии цвели как раз в доме. В общем, точь, точь, одна и та же картина. Два дня температура под вечер, 37 к 38. Ребёнок под вечер вялый, нос отёкший, говорит через нос. Ну, в общем, начали лечить его по схеме, которую нам прописал Лор в марте. Сейчас до сих пор долечиваем свою ночь. Тьфу-тьфу-тьфу. По ночам уже не так храпит. И нам сразу же объясняли, что это у него аденоиды. У него 12 степень аденоидов. Нам сразу же объяснили. И даже по Ромкиному опыту аденоиды воспаляются или на какой-то вирус, или на аллергическую реакцию. Ромке в детстве дважды или трижды вырезали аденоиды. Ромка – это мой муж. Ну, раньше это была такая традиция, чуть что сразу же резать. И потом уже с подростковым возрастом у него всё это переросло, всё устаканилось. Аллергия вылезла в полном. Тогда уже как раз стало популярно это слово «аллергия». А до этого простыл, простыл. Аденоиды растут. Давайте их вырвем, давайте их вырежем. Раз вырезали, два вырезали. Потом какой-то профессор там, вот они как раз жили в Узбекистане, сказал, не режьте больше аденоиды, не мучайте ребёнка. Это у вас аллергия. И в итоге так и есть. Смотрю по Володьке. Та же самая картина. Наши все врачи руками разводят. Наверное, это у вас вирус какой-то, там ещё что-нибудь. Давайте этим, давайте антибиотиками полупим. А походу у ребёнка просто тупо жёсткая аллергия. Начали давать ему противоаллергическое. И стало значительно легче. С моим мужем смеёмся. Надо переезжать на юг, там, где нет этой сорной травы. Ну реально, были на юге. И не было никакой ни лебеды, ни американки. Но с ребёнкой у Ромки дышал отлично. Стоило вернуться к нам в нашу по Волжье, в нашу траву, в сорну. И у обоих вылезло. В общем, в садик мы так и не пошли. Честно говоря, я его и побаиваюсь везти в садик. Сейчас начался сезон Оирвин. Дети поваленно болеют. Я подключена к чату нашей группы. И каждый день по 2-3 человека уходят на больничный с Оирвин. Я вот сейчас думаю, сейчас я его лечила, лечила. На день-два, на три максимум я его отведу в садик. И будем опять лечиться. Хотя я знаю, что Володьке нужна компания. В общем, как получается, так и делаем. А там поживём и видим, что будет дальше. Так, ну всё. Хоть болтать, давайте делами заниматься. Зарела к работе. Тянула максимальное время. То стирку загрузить, то ещё что-нибудь сделать. Это очень муторная работа. Короче говоря, мою яблочки. Вырезаю, как я уже говорила, сердцевинки. Всё, всё, всё. Вот получается чистенькие вот такие вот долечки. И уже помельче. Как только у меня будет полный казан, я его поставлю на еле-еле такой минимальный огонёчек. И я вам прям серьёзно говорю, кто занимался таким делом. Полный казан вот таких долек. В итоге потом получается, как только он как капуста, упаривается ровно в половину. Не упаривается, а как это сказать, размягчается. То есть как бы я сейчас буду полный казан ставить, а потом постепенно ещё подсыпать, подсыпать дольки, чтобы в итоге у меня всё-таки пюре, в итоге получилось целый казан. Я уже палец себе здесь порезала. В общем, сплошные радости. Но итог всё равно вкусный. Володьку уже несколько бутербродиков у меня слопал. Даже не несколько, а полбатона слопал. С вот этим вот конфитюром повидлом. Очень красиво получилось. Так что ладно, мамин палец. Это маленькая жертва. Размораживаю рыбку параллельно с изготовлением пюре. Ромка у меня любит вот такую вот рыбку. Кето. Мне не нравится Кето. Мне кажется, она какая-то сухая рыба. Надо бы тарелку достать. А мне нравится вот такой вот морской карасик. Всё это я буду сметанки тушить с лучком до укропчиком. Ну, в общем. А Саша вообще рыбы не ест. И Володя не ест. Поэтому им будет гречка с молоком на ужин. Так, а я мыть дальше яблочки. Про вот такую вот волшебную в кавычках штуку насмотрелась я ютуба. И там одна блогерша нахваливала вот такую штуку для извлечения сердцевины у яблок. В том году я ей пользовалась. Ну, во-первых, яблоки бывают разные. Они не могут быть одного диаметра. То есть побольше, поменьше. Соответственно, сердцевина и боковая часть, эти вот противные, эти вот жесткие прожилки, они оставались в толще, в мякоти яблок. И вырезать уже ножом тоже было, извиняюсь, муторно. Сначала так повозюкайте этим ножом, потом этим ножом выковыривай. В общем, я пленилась в том году, вот делала этой штуке. В итоге очень много пюре у меня оказалось, этих вот жестких прожилок. И как только Володька в одном бутерброде её увидел, он прекратил у меня есть совсем это пюре. Ну, то есть, пройнишься, итог будет плачее. Поэтому эта штука теперь у меня стоит для красоты. Я ей вообще не пользуюсь. Просто так. Так что не знаю, может у кого-то и получается ей делать. Она может подходит больше для очень мелких яблок. А так как яблоки у нас, знаете ли, такие немаленькие, поэтому эта штука оказалась бесполезная. Так что, вот так что. Ютуб хорошему не научат. Бельё развешивать. А мне ещё, вон сколько добра перерабатывать. Так, я дела делаю. А кто-то здесь хвостом виляет, счастливый. Ой, как он разговаривает. Блэчина. Люди кусачки кусают. Так, на улечке облачно. Облачно, но очень-очень тепло. Хочу развесить бельё. Ну, а ещё. О, смотрите. Орех вот-вот поспеет. Вот-вот поспеет. Уже скоро будет лопаться. В этом году неплохо ореха так. Виноград уже всё поспел. Я тут недавно в Телеграме выкладывала фотки. Фоточки нашего винограда. Всё, он уже... Этот виноград, не знаю даже, как называется. Он ранний. В июле... Мы его обычно уже съедаем. Это так, как уезжали? Так, как уезжали. Он не съеден. Всё выгорело. Даже показывать не хочу. Всё выгорело. Жара. Но для винограда это просто кайф. Вот тоже. Тоже не знаю, как сорт называется. Ходим потихонечку. Вот так едим. Но в планах у меня наделать в этом году остановиться невозможно. Наделать в этом году вина. Этот-то мы съедим, который розовый. А вот здесь вот ещё в этом году прям так хорошо с виноградом. Большой урожей. Вон он. Чёрный виноград. С него будем делать вино. Кстати, на молодых лозах. Большие. Паук! Фу, какая гадость. Как я ненавижу пауку. О, какие. С этого я буду делать вино. Сейчас он очень толстой кожей и созревает в конце сентября только. Когда уже, знаете, даже морозец такой лёгкий. Вот. Так что с этого чёрного я буду делать вино. и вкусный чёрный, но жёсткий пока что. Вот этот вот жёлтенький такой виноград. Он очень тонко кожей. И осы его очень легко съедают. Но тьфу-тьфу-тьфу, в этом году ос мало. Хотя мы и завязали его в такие мешочки. Ну, в общем, зреет. Зреет моё будущее. Венцо. Так, ладненько. Фу, как я в эту, как её, фу, как её в паутину вляпалась. Ненавижу паутина. И пауков ненавижу. Вчера собирали-собирали яблоки. Смотрю, уже опять валяются. Вот хорошее яблочко. Ну, в общем, у меня ощущение, что у меня по голове кто-то ползает. Здесь лежит красавчик. Красавчик. Бик. Это старший сынок нашей Луны. У нас два котика было. Бик серый и чёрный дымок. Ну, в общем, им уже два года было в марте. И в итоге вот он самый главный альфа-самец выдавил, выгнал с территории чёрненького котика. Мы даже, честно говоря, даже не знаем, где он теперь. Вот это хозяин. Хозяин земли теперь. Серый котяндра. Он вообще к ласке немножко так, это знаете, у него странное отношение к ласке. Он мне один раз я его погладила, похвалила вот так вот. Ну, и пошла своими делами заниматься. А ему, видно, не хватило ласки. Он мне как дал по ноге ногтями. Всю ногу раскорябал. Таким образом требовал, чтобы я его дальше владила. В общем, парень с характером. Это был самый злой кот из всех котят Луниных. Ещё даже у них только-только открыли глазки. Мы что-то там, не помню, мы то залезли к ним в коробку. Хе, красавчик. И он как начал на нас шипеть, рычать, бросаться. Короче, говорю, вот это вот серый кошандр очень злой. Да? Да? Айтик какой! Ой, как он умеет! Хулиган! Как выйти на улицу и не покачаться на качельке. У меня дома всё, немножко вручит. Всё парит. Повидно готовится. Даже с открытыми окнами жарко. Ну ничего. Зато зимой будем очень вкусненько кушать. Погороду даже показывать ничего не буду. У меня всё выгорело. Ну и лето было, знаете, такое достаточно жаркое. Дождей практически не было. Я вот так вот сижу, вспоминаю. Прямо практически не было дождей, поэтому всё выгорело. С поливом очень тяжело в этом году. Мы отказались от общего полива. Да вообще все в селе отказались. Кто скважину пробурил, кто вот как мы бочки поставили. Ну, в общем, хвост ничем не буду. У меня даже флоксы выгорели. Ну, мы ещё и уезжали на две недели, как раз в августе, как самое пекло было. Родёнка хотя был на хозяйстве, но мои мальчишки не любят мои цветы. Они считают, что это бестолковая трата времени и денег. Вот, поэтому помидоры-то удостоились чести полива, а мои цветы нет. Ну, ничего. Так что показывать, хвастать ничем не буду. Я вышла бельё развешивать. Володька за мной увязался. Хочет погулять, сейчас играет там с Блэком. Вот так вот. В общем, вот такой вот денёчек. Я сейчас немножко помонтировала видео. Сейчас она у меня сохраняется. Видео с юга. Ещё, ещё очень много заготовок. Всё это надо монтировать. Всё надо из-за Яндекс.Облака выдёргивать. А оно выдёргивается. Это всё в разных временных периодах. То есть возиться придётся. Но, признаюсь честно, что даже вот сколько, недели-две прошло после нашей поездки, а я уже, когда есть вот минуточка свободная, включаю видео и с удовольствием смотрю. Такие приятные моменты. Хотя, хотя, скажу так, что были напряжённые моменты. Особенно, когда мы потерялись в Волгограде, когда надо ехать, а ты не знаешь, куда ехать. То есть нервы, конечно, потрепались немножечко. Но, как говорится, плохое всё уходит, а хорошее всё остаётся. Поэтому даже сейчас, вроде времени-то прошло всё, ничего, а уже приятно пересматривать свои видео. Уже, знаете, какие-то планы такие на будущее хочется рисовать. Вот. А может быть, поехать вверх, на север, допустим, на следующий год, допустим, там, Казань, Москва, Питер, то есть вот и Золотое кольцо. Но, не знаю, мальчишкам-то навряд ли понравится детям такое, если только выключать поездку в какие-то там аквапарки, парки развлечений. Вот. А нам-то, взрослым, я думаю, отлично зашло бы. Детям надо море, водичка, развлечения. Им надо детям хлеба и зрелищ. Вот. Так что, на будущее тоже учла некоторые моменты. Мы в эту поездку, знаете, как-то так особо не прорабатывали план, куда мы едем. Так чисто вот накидали в голове, что вот то хочется посмотреть, это хочется посмотреть. Но четкого прям плана не было. Я вот, когда 6 лет тому назад ездили на юг, у меня прям было расписано вот до всего нас там. Шесть дней было отдыха. Там, прям вот по дням у меня было расписано, куда мы едем, сколько это стоит, что там посмотреть. В общем, короче говоря, проработала план путешествия по полной. В этом году до последнего не знали, едем мы куда-то или не едем, поэтому как-то все спонтанно так решилось. Хотя, жилье мы забронировали еще в феврале, по-моему. А вот, что мы там будем смотреть, чем мы будем заниматься, это как бы вот спонтанно по утрам решалось. Вот, сейчас уже в голове какие-то планы такие вырисовываются, чтобы еще посмотреть, чтобы еще увидеть. Как я говорю, сегодня мы живем, а завтра нас может и не быть. Поэтому хочется увидеть все и сразу. Вот так вот. Как я говорила, я в отпуске аж до 20-х чисел с нентября. Честно говоря, я уже умаялась вот так вот отдыхать дома. вообще вот такой отпуск, когда мы никуда не едем, никакой активности шибко-то нету, я сравниваю, знаете, с чем? С декретом. Таким глубоким декретом. Можно даже сказать, таким слово глубоким применить немножко в другой интерпретации. то есть никакой такой активности, каких-то впечатлений. Дом, дом, готовка, уборка, больше ничего. А еще, когда начинают болеть дети, то это вообще. Так что я сейчас нахожусь в отпуске, но ощущение, что я сейчас в декрете. сопли, сопли и прочее остальное. Вот так вот. Вырваться, что ли, завтра в город, умчаться, померить свои горнолыжные костюмы, да так по магазинам пройтись, глаза продать. Так что, наверное, этот влог-то я, наверное, завершу. Никакой. А завтра мы, наверное, с вами съездим в город. Да? Ну, вот как-то так.